Всем привет! Это Фрайзер Воршоп, а мы сегодня стрижем стрижку, как у Зака Галифианакиса. Всем полюбившийся актера, который снимался в таких фильмах, как «Мальчишник Вегаси» и «Мальчишник Вегаси 2» и «Три». Ладно, поехали. Чем характерна данная стрижка? Тем, что у Зака Галифианакиса плотная конструкция тела и большая голова в основном круглая. Поэтому он вообще не парится и обычно увеличивает еще форму головы более округлой бородой и более раскрепанными волосами сверху. Также у него была стрижка на лысо, у него была и красивая сложенная на бок с пробором стрижка. То есть разные вариации, он не боится экспериментировать. Сегодня же мы будем стричь стрижку максимально приближенной к классике. У него есть такая стрижка, где он укладывает волосы на пробор, и при этом волосы не сильно свисают на душами. А борода просто отшлифована и плавно вписана на угленение. То есть таким образом классно сочетается с костюмом и какой-то повседневной одежкой. То есть не выглядит как-то радикально. Поехали. Сильно не убирать не будем по бокам, так чтобы можно было красиво привязать волосы назад. Я обращаюсь сейчас ко всем. Мужчинам, которые носят анберкаты. Когда вы выходите из дому, едете в общественном транспорте, не замечаете, что очень много людей с подобными стрижками. Мне кажется, что эта стрижка уже себя исчерпала, и нужно искать какие-то более интересные варианты, которые будут подходить непосредственно вам и под вашу форму головы, под ваши черты лица и под ваш характер. И даже если брать стрижку с закрытой галифианакисом, мне кажется, что он просто вообще не стрижется. Он стрижется на лысо, отрастает какая-то длина средняя, и он с этой длиной ходит. Потом длинные у него волосы. То есть он снова стрижется на лысо, она отрастает потом в щетину, и такие метаворфозы происходят. Я говорю, ну, я не могу позволить себе оставить какие-то колтуны на затылке, поэтому я их по-любому выбираю, потому что мне кажется, что это неэстетично. И человека, которого мы отпустим с такой стрижкой, просто мне будут сниться кошмары ночью о том, что я как-то не так подстриг стрижку. У заго галифианакиса, в той стрижке, которую мы сейчас стрижем, длина сверху не настолько длинная, чтобы свисала и падала. Поэтому я ее укорачиваю, длина будет такая средняя, и не будет отличаться от боков. Тем самым плавно и входить в эти бока, и будет разная вариация укладки. То есть можно челку как на лицо укладывать, так назад, так и на бок. То есть можно и ничего не делать дальше. Поэтому я немного у половины длину сверху, чтобы не было ярко выразительной длины. Соединяю я ее прямыми срезами, тем самым вписываю его в бока. Не будет никакой линии веса. Не будет заметно перехода. Она не будет выглядеть сильно вылизанной, но при этом она не будет короткой. Все стрижки, которые мы обычно стрижем, даже если мы пытаемся скопировать стрижку, не всегда бывают похожи на тот вариант, которого мы хотим достичь. Так как не всегда структура волоса, тип волос, цвет волос, и вообще черты лица человека не соответствуют. Поэтому мы ее немножко улучшаем, так чтобы она больше подходила данному человеку, нежели сделать ее похожей на героя, которого мы пытаемся скопировать. Нашими туториалами мы пытаемся показать людям разнообразие стрижек во всем мире и разных знаменитых людей. Ведь это те люди, на которых мы чаще всего смотрим по телевизору, фотографии в интернете или какие-то выпуски в журналах. Это наши герои, мы их любим, мы хотим быть похожими на них, поэтому периодически проекцируем на себя данные стрижки. А пойдет ли мне такая стрижка? А пойдет ли мне там афро или андеркат? Или же мне подойдет какая-то классическая стрижка с пробором, как в белых воротничках? В любом случае мы на себя проекцируем какие-то элементы внешнего вида, как одежды, так и причесок. Ведь это тот общий стиль, которым нас воспринимают люди. Таким образом мы коммуницируемся с внешним миром. Мужчины во всем мире всегда стремятся выглядеть ярче, интереснее или быть индивидуальным. В той или иной мере они компенсируют это. Например, в стиле жизни, в общении, в внешнем виде. Разными методами мы пытаемся привлечь не только уважение в коллективе на работе, но и привлечь внимание женщин и противоположного пола, так, чтобы устроить свою жизнь. Так устроена наша физиология и психология человека, что мы не останавливаемся на достигнутом, мы всегда движемся вперед. Мы изучаем, воспринимаем информацию в жизни. В первых дней, как рождаемся, мы начинаем поднимать голову, мы начинаем переворачиваться, мы начинаем ползать, потом мы становимся на ноги, потом мы смотрим на других людей и пытаемся быть похожими на них, а чаще всего мы просто становимся лучшими. Поэтому задача парикмахера – сделать мужчину в первую очередь лучше. Это касается не только мужских парикмахерских, это касается и комбинированных, где специалисты занимаются и женщинами, стрибуют стрижки женщинам, мужчинам, детям. Задача парикмахера – сделать человека намного лучше, чем он есть на самом деле. Потому что весь мир состоит из-за лжи. Мы обманываем всех и выдаем себя за других. Каждый в жизни обманывал, и нет честных людей. Абсолютно нет честных людей. Вот так. Я расскажу сейчас, как укладывать такую стрижку, и какие есть варианты ее укладки. В данном случае я буду укладывать с пробором стрижку. Мне главное расчесать волосы по пробору, выделить его сразу. И потоком фена я начинаю отделять одну часть от другой. То есть воздух идет вверх только тогда, когда я сушу верхнюю часть. Если мне нужно высушить нижнюю, поток воздуха я направляю в противоположном направлении. Таким образом, наш пробор будет выглядеть идеально, и нам не нужно будет потом компенсировать укладку укладочными средствами. Бывает часто, что мы высушили не в том направлении волосы, и пытаемся укладочными средствами их уже уложить в нужное положение. Поэтому стараемся сразу же сушить максимально правильно в нужном направлении. Так, чтобы мы потом укладочными средствами уложили, используя практически готовую укладку. Контуры я буду подравнивать на тальк. Тальк гранулирован, и таким образом по нему замечательно скользит бритва, и не оставляет раздражения. Когда работаете бритвой, не кладите ее там 40 градусов, 45, максимально ее кладите на кожу. Движение ваше должно быть не параллельно, а чуть-чуть с подсекающим движением. Таким образом мы срезаем волос, а не срываем его. И минимизируем риск повреждения кожи. За счет того, что я нанес тальку, я могу после того, как подбрил, отойти и с расстояния посмотреть, насколько у меня получился симметричный контур. Я могу ориентироваться на кончик губы и понимать, насколько мне нужно ниже опустить вторую линию. К примеру, с левой стороны чуть-чуть выше контур, поэтому я его опущу. Во время работы мастера часто используют авторшейвы, лосьоны, спиртосодержащие растворы, после которых могут пересохнуть пальцы, уздечки, то есть перепонки между пальцами. Поэтому я не наношу его на руки. Во-первых, это может быть не гигиенично. И во-вторых, это будет вредно для ваших рук. Вы возьмите просто обычную салфетку, налейте на нее. Я потом скручиваю в такой спонжик и просто промакиваю, прохожу салфеткой. Можно этой салфеткой потом в уши залезть, если там какие-то волоски остались. Но их уберет. Я буду укладывать матовой пастой Bluebird Revenge. Это британская знаменитая линия. Класс пасты Matte Clay. То есть это наполовину белая длина, которая используется в большинстве укладочных средств. И также здесь есть некий кристаллический воск. За счет этого он эластичный, но при этом не оставляет блеска. Так как длина абсорбирует оставшийся жир. Беру совсем чуть-чуть и, как обычно, растираю по всей плоскости ладони. Так, чтобы не было нигде комков, начинаю укладывать от пробора. Так как мы высушили его, сразу же от него начинаю укладывать по росту волос. Так, чтобы нигде на макушке ничего не торчало, не мешало. Ребята, наша стрижка готова. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить большой палец вверх. А в следующем выпуске у нас будет Freezer Stars, Владислав Рыльский, Morphing Suffering. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok